Доброго дня, это телеканал Самарагис и вы смотрите программу о животных хочу домой. Не переключайтесь, так как сегодня вы увидите. Первое, видео-визитки о собаках, которым мы помогаем искать новый дом новых владельцев. Второе видео, это сюжет, как мы обещали в прошлой передаче о том, с какими трудностями сталкиваются владельцы шиншил и беседа в студии с заместителем директора Самарского областного эколога биологического центра Светланы Поляковой. Итак, тема программы – экзотические животные, их популярность в качестве домашних животных, целесообразность содержания их в неволе и как часто экзотических животных возвращают обратно домой в свою среду обитания и стоит ли вообще это делать. Добрый день. Добрый день. Итак, Светлана, ну расскажите, как раньше назывался центр? Насколько я помню, мы всегда его называли где-то… Станция Юнатов. Да, станция Юнатов, было все просто и, так сказать, все понятно было. Ну, во-первых, хочу сказать, что в нашей области мы одни из первых вообще занимаемся просветительской работой в области экологии, да, и охраны природы. И в этом году Юнатовскому движению именно в Самарской области исполнилось 95 лет. Вернее, уже в прошлом году, в этом году уже 96, начало учебного года. Мы раньше назывались станцией юных натуралистов. Ну, как мы понимаем, время идет вперед, задачи новые ставятся, новые технологии. И с 96 года мы стали называться эколого-биологическим центром. Почему именно центром? Потому что немножко поменялся формат. Если вот раньше, да, у нас было, ну скажем, 5-6 областных мероприятий в год, то сейчас мы стали региональными операторами многих всероссийских конкурсов, и у нас вот такого рода мероприятий, именно такого масштаба, более 50. А они, вот эти все мероприятия, они по какой тематике идут? Естественно, экология, да. Только экология? Или животные же, фауна, природа? Ну, у нас экология, она вмещает в себя такое достаточно крупное понятие, да, это и биология, это и сельское хозяйство, это и анатомия физиологии от человека. То есть это вся наша направленность называется естественно-научная. Ну, то есть получается, как бы ваши полномочия с того названия из тех лет станции ЮНАТОВ, они расширились? Намного расширились. Причем сейчас наш президент Владимир Владимирович на одном из конференций напомнил о том, что какое было раньше замечательное движение, да, вот именно юнацкое движение, порекомендовал всем губернаторам вообще обратить на это внимание, чтобы поднять это движение, возобновить его, возродить. И сейчас в рамках движения первых, о котором вы все знаете, есть именно юнаты. То есть движение первых в рамках юнатов. И юнаты — это не только вот кто там бабочек ловит, да, как это всегда считалось. А юнатом может быть абсолютно, и физик может быть юнатом, и абсолютно любой ребенок. Поэтому наш центр сейчас еще стал ресурсным центром развития дополнительного образования, естественно, научной направленности у нас в области. И мы впереди как бы пытаемся идти в Россию, чтобы и наш регион был в рейтинге самых популярных. Мы открыли экостанцию, мы открыли сеть ботанических садов детских. Какое количество животных сейчас находится на территории вашей станции? Ну, территория у нас достаточно большая. Мы занимаем в историческом центре 2 гектара земли. У нас для этого есть все условия. Я хочу еще отметить, что наш центр уникален еще и по своей архитектуре. Дело в том, что именно такой проект предполагался, вот как у нас построен, да, он предполагался строиться по всему Советскому Союзу. И вот как раз в конце 80-х была открыта наша станция ЮНАТОВ. И, как мы знаем, Союз развалился. И больше в России нигде нет. И по всей бывшей территории Советского Союза таких центров, как у нас, нет. В некоторых городах, я проводила мониторинг, построили только основное здание, вот с оранжереей, как у нас. А вот именно такого комплекса, ведь на нашей территории есть две учебные теплицы отапливаемые, где дети имеют возможность выращивать растения, проводить опыты, ставить эксперименты. Огромное количество у нас по сорта испытанию проводится. А вот скажите, вот туда люди приходят, которые, допустим, ну, давайте конкретно связаны с животными, которые не могут, допустим, дома содержать животных, но хотят за ними ухаживать, так? Есть различные варианты. Это разве какие-то такие приходы, или туда есть ребята, которые приходят постоянно? Наша вся учебная работа, она делится на несколько, как бы, этапов. И вот, как я уже сказала, у нас есть разные, как бы, отделы, да, отдел зоологии животноводства, отдел растеневодства. И дети у нас, мы работаем по государственному заданию, которое нам дает министерство, и у нас занимается тысяча городских детей, не считая тех детей, которые участвуют в областных мероприятиях у нас. И вот как раз эти дети, которым нравится кому-то выращивать растения, кому-то ухаживать за животными, они приходят, записываются, это все, есть информация на нашем сайте, есть информация на группе ВКонтакте. В начале учебного года ребята приходят с родителями, смотрят, выбирают, что им нравится, и записываются в свои учебные группы по разным дополнительным программам. И все-таки какое количество животных сейчас находится на территории? Вы знаете, самое интересное, что посчитать их вот так, чтобы сказать, ну, конкретно, там, допустим, 483, невозможно. Ну, примерно, допустим, там, 25 попугая. Я могу сказать по видовым вот как бы группам. В основном павильоне у нас, да, в основном корпусе, где у нас учебный центр, у нас там есть класс аквариумистики, там у нас, ну, обычно цихлида, живородящие рыбы, ну, такие основные группы, с которыми и интересно детям посмотреть, и можно опыты поставить, и написать какую-то работу. То есть это вот рыбы. Потом у нас есть зоомузей, это тоже немаловажный как бы аспект. У нас есть даже такие достаточно экзотичные, у нас есть пауки, которые, ну, конечно, все это закрыто, все очень тщательно, чтобы дети туда... А как, кстати, называют таких людей пауководы или... Арахна. Арахнолюбы, наверное. Да? Ну, пауки уже у нас арахниды по-латыни, поэтому, наверное, так. Арахнолюбители, наверное, я бы сказала. Потом у нас есть и лягушки, у нас есть аксолотели, у нас... Аксолотели, да, мы помним, очень похоже на лунтика таких, личинка амбистомы. У нас есть черепахи водные. Вот, кстати, вот по поводу черепах и по поводу тех млекопитающих рептилий, которые мы увидели. Вот таких рептилий, у меня был вопрос, да, вообще можно ли заводить их в домашних условиях, черепашек, там, вот этих варанчиков, попугайчиков, вот то, что мы увидели у вас в центре, да? Вы знаете, можно заводить всех, наверное, если это не запрещает законодательство, не запрещено. Вы знаете, у меня есть вопрос, давайте, наверное, все-таки мы вот на этот вопрос немножко ответим в нашем сюжете. И предлагаю перенестись с ответом в эколого-биологический центр, где мы были, и вы узнаете, насколько можно, нельзя, и вообще, ну, немножко представим, что же есть в этом центре. Шаншилла – один из привлекательных зверьков в дикой природе, которого люди сумели приучить к своим рукам. Шаншиллу считают уникальным и красивым животным, но, к сожалению, даже страшно себе представить, что их мех выделывают для промышленного изготовления зимней одежды. Высокая ценность меха определяется за счет уникального строения поверхности волосяного покрова. У них, не как у нас, да, из одной волосяной луковицы, там, одна волосяная, у них прям много, там, около сотни, поэтому плотность меха вот такая вот уникальная, но очень нежная кожа. Поэтому природа придумала защитить кожу плотным тройным волосяным покровом, что позволяет им спокойно переносить морозную стужу в местах их обитания. В природе шаншилла очень любит купаться в вулканической пыли, которая не режет ее шерстяной покров по сравнению с песком. А у нас, ну там, они же в высокогорье живут, у нас специальный песочек, ни в коем случае не жесткий, чтобы волоски не срезать, такая вот мисочка, вот, как вот эта вот, видите, и она сюда заходит и кувыркается там, купается, таким образом очищается. Вообще очень милый зверь, очень добрый, хороший, можно и на ручках его подержать, но не настаивать, потому что в стрессе они могут скинуть шерсть. Прям буквально практически всю. Многие люди, кто пожелал завести шаншиллу дома с этим поведением, зверька поначалу не всегда ознакомлены. И когда шаншилла остается без шерсти, начинают паниковать, ездить по врачам, тратить время и финансы, что является дополнительной и нежелательной нагрузкой. А еще есть десяток вопросов, которые приходится решать по мере нахождения шаншиллы дома. Идя на поводу у детей, взрослые покупают зверька домой и часто забывают досконально изучить условия содержания шаншиллы в домашних условиях. И что же у нас происходит? Ну, во-первых, вот такому питомцу вот этой клетки даже недостаточно. Они должны двигаться. Мы всегда, когда заводим животных, должны опираться, в принципе, на их обитание в природе. Поэтому высокогорье, да, то есть им нужно прыгать, бегать, скакать. В этой клетке они могут только какое-то время находить, половину суток, например, пока вы на работе. Вот, дальше грызет все, что можно. То есть, если вы заводите такого питомца и планируете его выпускать, будьте готовы. Плинтуса, провода, мебель и многое-многое другое, все, что можно сгрызть. Это будет, если не сгрызено, то надкусано. Но главное, многим людям не нравится активная ночная жизнь шаншиллы. И вот сейчас она молчаливая. Они издают достаточно громкие и не очень приятные звуки. И вы не поверите, что они творят ночью. Но они активные, нужно как-то развлекаться. Они прыгают, бегают, могут трясти клетку. Очень многим, конечно, это не нравится. Маленькие дети в школу завтра просыпаться, на работу вставать. И пытаются, опять же, из своих милых таких животных, своих друзей и питомцев, куда-то их пристроить. И все-таки немало владельцев шаншилл, которые смирились с поведением любимого зверька и готовы терпеть все его отрицательные повадки ради красоты. Тем не менее, мы рекомендуем сразу не заводить дома шаншиллу, а изучить все повадки и попробовать взять на время ее домой. Ну, а если вы не смиритесь с ее поведением, тогда, чтобы был шанс вернуться к своим прежним хозяевам. Как часто вы сталкиваетесь с тем, что к вам приносят, уносят шаншилл, черепашек, попугайчиков и так далее? Люди не считают, что вы в таком неком подобии зоопарка? Это происходит постоянно. И об этом сейчас нужно говорить как можно больше и чаще. Ведь мы говорим, люди считают себя добрыми, да, подобрав там, скажем, умирающую птицу на дороге, но потом принеся ее к нам. Здесь уже вопрос стоит совсем другой. Нужно ответственно относиться к миру живой природы. Именно ответственно. И сейчас у нас разработана программа замечательная, которая называется «Мы твои друзья», которая говорит детям с раннего возраста о том, как нужно ответственно относиться к животным, в том числе к домашним животным. Постоянно. Мы купили, мы поигрались, нам не понравилось. Возьмите нашу проблему себе. Вы знаете, я, может быть, достаточно давно работаю, уже как-то вот отношусь достаточно скептически к этому. Я людям, которые мне однажды принесли кролика, которого завели, вот такого манюсенького на ладошке умещался, потом кролик вырос, выросли проблемы, связанные с ним, и они говорят, ну заберите его, все, мы наигрались. Я говорю, а детей вы своих так же? Ну вот вы наигрались. Они маленькие, хорошие, они выросли. Потом они начали хулиганить, потом они начали там иногда двойки, может быть, приносить. Да ну все, мне такое не нравится, я хочу отдать его, да, вот. Ну как, ну это то же самое. Если вы завели питомца себе, вы полностью за него отвечаете. Я сожалею о том, что у нас в законодательном уровне это не прописано. Тогда бы, наверное, может быть, у нас и не было этих бродячих собак, этих стай. Бывает, что вам подбрасывают черепашек, шинчил? Подбрасывают очень часто, но, наверное, в связи с тем, что инфраструктура у нас изменилась. Раньше у нас было огромное количество коробок с котятами, щенками, но частного сектора вокруг сейчас у нас нет, огромные высотки стоят, поэтому эта проблема сейчас с кошками и собаками немножко ушла на второй план. А вот буквально на днях мы подобрали в сугробе кролика, которого сейчас мы лечим, великолепный, милейший. Видимо, что он жил в тепле. Может, он откуда-то сбежал? Ну, как вы себе представляете, кролик декоративный откуда-то сбежит, из многоэтажек. Ну, как, на лифте сам спустится, видимо, или по ступенькам выберется из клетки. Нет, конечно, его просто предали люди, которым он доверил свою жизнь, наверное. И сейчас нам приходится колоть ему уколы, выхаживать его и прочее, прочее. Подбрасывают черепах огромное количество, поэтому прежде чем завести какое-то животное, нужно о нем все узнать. Есть огромное количество мест, где вас проконсультируют. Я бы не доверяла, допустим, там, птичьим рынкам, потому что вы же понимаете, что людям нужно продать, в первую очередь, и это их работа. Мы не коммерческая организация, поэтому говорим всегда только правду. У нас есть консультации. Пожалуйста, приходите к нам в центр, звоните по телефону, пишите ВКонтакте. Правдивую информацию всегда можете получить. Насколько вот, когда ребята приходят к вам в центр, они смотрят, вы им рассказываете, допустим, о тех же самых шинчиллах, крысках, хомячках, вот у них желание все-таки завести остается, или некоторые все-таки говорят, ну да, я подумаю. Вот как-то, ну, может, вы как-то наблюдали за этим. Вы знаете, у нас немножко сложнее построено. То есть когда приходят ребята именно на занятия уже, они занимаются по определенной конкретной программе. У нас есть дополнительные общеобразовательные программы. Есть программа вот как раз «Мир грызунов». Вот она именно нацелена на грызунов. То есть дети локально изучают, они ставят там опыт, ну, эксперименты, конечно, и прочее, прочее. Но есть и у нас мероприятия, где мы как раз в общем знакомим. Это «Дни открытых дверей», это экскурсии в том числе. И вот как раз одна из задач нашей, очень интересный такой факт. Я вот к чему. Очень многие сейчас страдают аллергиями. И на моем опыте было очень много семей, которые, допустим, у старшего ребенка аллергия, а младший ребенок, ну, с ума сходит, он хочет какую-то зверушку, он любит, он хочет ухаживать. И получается так, что родители не знают, как быть с этим. Поэтому есть мы, можно прийти, можно прийти с родителями, можно оставить одного ребенка дома, которому это либо не нравится, либо у него по здоровью это не получается, и прийти с другим, пожалуйста, ухаживать. У нас даже было такое, что ребята там называют какое-то животное, и именно к нему приходят. То есть такое некое детское волонтерское движение, которое, в общем-то, способствует именно ответственному отношению к животным. Конечно. У нас даже были случаи, ну, конечно, проверенным детям, которые много занимаются, с которыми родителями мы знаем. Мы даже давали питомцев на лето. Вот. Летом они там выезжают на дачу, и питомцам хорошо, и дети общаются непосредственно, и проблемы, они не замкнуты, там, скажем, в одном помещении. То есть всем хорошо. То есть вариантов очень много. И бывает такое, что дети пришли, поигрались, а потом уговаривают родителей. И все-таки заводы дома и крысок, и мышек, и прочих-прочих-прочих. У меня есть еще один такой вопрос. Вот все-таки ваша деятельность и работа в центре, она еще связана с кинологией, феленологией, то есть с кошками и собаками? Или это отдельная какая-то такая стезя? Если честно, мы, естественно, связаны. Но все зависит от специалиста, кто бы работал в этом направлении. Вы понимаете, чтобы, скажем, заниматься воспитанием собаки, да, сейчас это стоит достаточно больших денег, и зарплата наша, согласно законодательству, мы получаем деньги. Поэтому немного желающих идти работать педагогами дополнительного образования. Но у нас настолько гибко прописан учебный план на каждый год, что если кто-то захочет, вы, Виталий, пожалуйста, приходите к нам. Спасибо. Мы вас прям с удовольствием пригласим. Но мы, тем не менее, все равно связаны. Каким планом? У нас очень много друзей. Вообще юнаты такие люди, они дружат со всеми. Вот, ну, буквально со всеми. Мы дружим с нашей таможней, например, Самарской. И когда у нас какие-то мероприятия, они своих собак приглашают к нам, и собаки эти ученые показывают там вообще удивительные вещи, дети в восторге. И это тоже, конечно, влияет на их отношение к тем собакам, которые не видят, и другим. Ух ты, как они умеют, как они могут. Поэтому вот так. Ну, вынуждены прерываться, и предлагаю посмотреть сейчас наш блог видеовизиток. Что это такое? Это информация о собаках и кошках, которым нужен свой дом, и ответственный владелец. Мы отбираем животных так, чтобы у вас было минимум забот во время их адаптации у вас дома. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится, и вы заберете собаку домой, или передайте информацию, кто захочет взять, собаку или кошку, о том, что вот вы видели на нашем телеканале видео-визитки, и есть хорошие собаки. Этой собаке ищем свой дом и хорошего владельца. Перед вами собака по кличке Моня, беспородная, очень замечательная собака, общительная, веселый, такой веселый нрав, готова играть, мне кажется, вот часа два-три, как минимум это точно. Собака стерилизованная, готова к отдаче. Обратите на нее внимание, немножко поработать по воспитанию, и в принципе собака будет хорошим и преданным вашим другом. Забирайте Моню из приюта. Если вы обратили внимание на Моню, тогда звоните по телефону 8 927 701 36 38. Посмотрите, отдают вот такую прекрасную, замечательную собаку с очень необычным, красивым коричнево-подпалой, черный цвет. Зовут ее Веста. Очень хорошая, контактная собака. За несколько минут нам удалось наладить с ней полное взаимопонимание. Она привыкшая к тому, что приходят дети, приходят подростки и гуляют с ней, например, где-то по часу, по два. Очень замечательная, спокойная, уравновешенная собака с хорошим типом высшей нервной деятельности. Я думаю, между холериком и сангвиником процессе жития, бытия у вас, она не будет вам докучать. И, вы знаете, она принимает команды определенные. Команда ко мне, рядом. Нам сейчас удалось пройти с ней. Так что предлагаем собаку по кличке Веста. Возраст около 3-3,5 лет. Пожалуйста, приезжайте в приют и забирайте. Заберите Весту домой. Ей нужен свой владелец. Обращаться по телефону 8-927-701-3638. Итак, предлагаем собаку черного цвета. Тем людям, кто любит собак именно черных, вот с такими висящими ушками. Смотрите, какая симпатичная мордочка. Зовут ее Рада. Она по характеру, ну, наверное, соответствует своей кличке. Рада, она всего радуется. Очень контактная собака. Ну, и есть, конечно, немножко элементы такой генетической боязни. Вот. Но, знаете, буквально там полчаса, и она привыкнет к вам, и будет спокойно уже выходить вместе с вами гулять. И радовать вас в домашних условиях. Ей около 3,5 лет. Она была подобрана с улицы. И вот уже на протяжении трех лет она живет в приюте и ждет своего хозяина. Приходите, забирайте Раду домой. Рада была бы рада своему новому владельцу и новому уютному дому. А счастливьте ее, заберите домой. Обращаться по телефону 8-927-701-3638. Ну, продолжаем эфир нашей программы «Хочу домой» на телеканале Самарогиссии. У нас в гостях заместитель директора Самарского областного эколого-биологического центра Светлана Полякова. Возможно, что, допустим, вы работаете вот именно где-то реально в живой природе и куда-то выезжаете, там, лагеря у вас, какие-то вот, не знаю, там, выехали в поля и наблюдаете за вот этой флорой и фауной. Конечно. У нас ежегодно уже на протяжении, наверное, лет 25, а то и больше, есть экологическая детская смена, которая проходит в уникальном месте. Это поселок Зольный, это территория заповедника, лагерь Жигули. Он от нашего Министерства образования и науки, Самарской области. Дети у нас все туда поступают, приходят бесплатно. Мы проводим там экологическую смену, которая называется ЭХО, экологический хоровод. Вот, кстати, я сейчас вспомнил, знаете, еще вопрос такой, очень часто выезжают в Ширяево, и там есть летучие мыши. И, знаете, некоторые постараются их взять к себе домой. А стоит ли брать вот этих маленьких зверушек домой? Вообще из природы брать ничего домой не нужно. Помните ту историю, которую я рассказывала про черепашку? Тем более летучие мыши. Это дикая наша фауна. Ни в коем случае нельзя вмешиваться в нее. У нас на территории нашей области зимуют и вообще находится огромное количество видов, которые занесены в Красную книгу. Потом не забывайте ваше желание и первое эмоции, что взять какую-то зверушку на руки. Вы подумайте в первую очередь, сколько у нее симбионтов, паразитов, которые живут и этой зверушке замечательно. Как вы будете чувствовать после себя, после этого контакта? Потом нужно подумать, если вы даже и взяли какое-то животное, какие условия вы ему дадите? Ну неужели вы создадите для летучей мыши те же условия, как она там живет в пещере? Но если вы нашли мышь, которые, допустим, вечерниц у нас очень много, но не успели улететь, и они там холода наступили, они там или нечаянно залетели к вам в окно, обращайтесь в наш центр. У нас работает великолепная девушка, она реабилитолог летучих мышей, совместно она с московским зоопарком Екатерина Девятова всегда вам поможет, консультацию заберет у вас эту мышь, вылечит и потом отпустит в природу. Вернемся немножко к теме бродячей собаки, докучают вам, вот заходят на вашу территорию или не заходят. Очень сложно решить, допустим, такую проблему. Рядом с нашим центром огромная заброшка, да, это семиэтажный дом, где даже те службы, которые приезжают, мы вызываем, службы приезжают, собаки спрятались, они ушли там в подвал, там еще как-то, и на момент, когда службы отреагировали, их на месте нет. Проблема огромная, проблема огромная опять же с теми добренькими, как я называю, людьми, которые подкармливают этих собак, которые там заселяются вот такие вот заброшенные какие-то участки и бесконтрольно там размножаются. Вот вы детям это говорите или, так сказать, ну, косвенно о том, что ребята, все животные хотят домой, у всех животных есть свой ареал обитания, в том числе и у бродячих собак, но они плодятся, у них есть свой ареал обитания. Ну, стоит ли подкармливать, или стоит ли брать, или стоит ли, допустим, опять же, как вы говорили, наигрались кроликам и выкнули, так же и собак наиграли, собак наигрались и выкнули. Все должно быть на законодательном уровне, иначе у нас так и будет. Добренькие бабушки, которые разводят, кормят этих собак, потом крысы, потом заболевания и прочее, и прочее. Детям это другая история. Во-первых, мы для детей проводим целый цикл лекций. Как себя вести, если вы встретили стаю, с видеосюжетами, как нужно вообще относиться к собаке, которую вы ее не знаете. Стоит ли вернуться к тому старому методу и способу все-таки ограниченной эвтаназии? Я считаю, что, наверное, должен быть контроль за рождаемостью, в первую очередь. Это более гуманно. А тех животных, которые уже существуют, ну, наверное, все-таки в каком-то период времени все равно это придет к регуляции численности. Потому что это один из основных критерий разрастания популяции, увеличения популяции. Это контроль за ее рождаемостью. Спасибо. Ну, и самый-самый последний вопрос, буквально промасал в 30 секунд. Из тех ребят, которые обучались у вас в вашем центре, ну, или там в свое время, лет 15-20 назад, много ли ребят, и школьников остались, или они нашли себя, вот, опять же, в системе, или стали экологами, не знаю, там, живут народами. То есть связана профессия именно с тем, чем они занимались в детстве. Очень многие, да, конечно, я в том числе, и многие мои, да, друзья, которые закончили там биофакт, там, работают либо педагогами, либо еще что-то, но это даже не так важно. Знаете, важнее всего, что это остается хобби на всю жизнь. У меня, мои первые ученики, им уже более 40 лет сейчас, и они до сих пор у себя дома разводят своих любимых питомцев, и змей, и черепах, и им подобным, и всяких других. И мы до сих пор дружим, понимаете? Юнаты — это чувство, которое сполочает, которое духом люди едины. И много-много лет уже у нас, вот если, допустим, мы собираемся, юнаты, нужна помощь, нужно еще что-то, достаточно позвонить. И этим юнатам, которым уже по 40 лет, у которых и их дети приходят к нам, и их дети к нам уже приходят, это какое-то такое невероятное доброе сообщество, которое, я думаю, должно и будет существовать. Спасибо. Спасибо большое. Итак, на время нашей передачи стекло, и мы вынуждены сказать вам до свидания, до следующего эфира. Не обижайте животных и делайте замечания тем, кто это делает. Всего вам доброго и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова